Как правильно пить воду мужчине для сохранения мужского здоровья? Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Школа доктора Скачко». А я — доктор Скачко. Врач, фитотерапевт, диетолог. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести через интернет. Автор сотен видео в интернете. В этом хочу рассказать, как пить воду правильно мужчинам. Чтобы и волосы сохранить, и лечение простатитом, аденомы простаты не начинать. Как только мальчик проходит период полового созревания, изменившийся уровень гормонов диктует и изменения в особенностях обмена веществ. Обмен веществ теперь идет более интенсивно, чем у этого подростка. До периода полового созревания. А также интенсивнее, чем у подростков и девушек аналогичного возраста. А обмен веществ идет в водной среде. И понятно, знание и правильное выполнение, как пить воду правильно, становится очень актуальным. Более того, если подросток мальчик хочет увеличить объем мышечной массы. Теперь он может себе это позволить. Мужские половые гормоны изменяют анаболические процессы. Усиливают анаболические процессы в печени. Теперь у этого подростка мужская печень. Благодаря хорошей работе которой можно накопить дополнительную мышечную массу дна. Как только подросток начинает просто интенсивнее питаться. Вот здесь появляется конфликт интересов. Увеличение количества белка в рационе — знак равенства. и увеличение количества воды на удаление продуктов белкового распада. Физиологи подсчитали. Увеличение в рационе количества белковых продуктов каждый грамм требует увеличения водного баланса на 42 мл. Именно в таком количестве воды полноценно удаляются все продукты белкового распада. Иными словами, если подросток для того, чтобы обеспечить рост мышечной массы в тренажерном зале, съедает дополнительно 100 грамм мяса рыбы либо птицы. Лучше постных. Они так лучше перевариваются. То ему синхронно только на удаление белковых токсинов нужно увеличить водный баланс на 840 мл. 100 грамм мяса содержит примерно 20 грамм белка. Продукты распада которых будут удаляться в таком количестве воды. Подростку нужно увеличить водный баланс из расчета потерь воды в тренажерном зале. Ведь физическая нагрузка — это одышка, это потение. Это дополнительные потери воды, которые тоже нужно вовремя компенсировать. Если это не учитывается, и подросток не знает, как пить воду правильно в этой ситуации, количество белковых токсинов в организме начинает накапливаться. И первое, что может реагировать на эту проблему — это волосы. Волосы — это живая система в организме человека с продолжительностью жизни примерно 5-8 лет. Но! Как только белковых токсинов в крови становится много, волосы начинают выпадать. Подросток занимается в тренажерном зале, накапливает мышечную массу и теряет волосяной покров. Это в лучшем случае! Обращения с просьбой вылечить облысение до полового созревания единичны. После полового созревания в разном периоде жизни, как правило, присутствуют и нарастают с возрастом. Нарастают со скоростью обмена веществ, которую вы пытаетесь в своем организме развить. Активный физический труд — это активное ускорение обменных процессов. И конфликт интересов понятен. Как его решить? Да очень просто! На моем канале есть несколько видео. Как правильно пить воду до еды? Это очень важно! Вода до еды может обеспечить процесс переваривания пищи. Кроме того, что она поддерживает водный баланс. Как правильно пить воду во время еды? Такая вода не должна нарушить процесс пищеварения. И опять-таки вы получили еще одну возможность увеличить водный баланс в своем организме. Увеличить потребление воды для обеспечения вот этих потребностей. Есть видео «Как пить воду после еды». Такая вода тоже не должна мешать перевариванию пищи. Раз вы хотите заниматься в тренажерном зале, чтобы там увеличивать мышечную массу. Или иные какие-то свои цели ставите. И здесь вода должна помогать обеспечивать этот процесс. Также есть видео «Как пить воду в течение дня». Эти возможности нужно учитывать. И подросток мужского пола должен в этом вопросе быть более компетентен, чем подросток женского пола. У женщин обмен веществ идет менее интенсивно сам по себе. И они ставят меньшие цели и задачи в тренажерном зале. Поэтому эти моменты нужно обязательно учитывать. Если они игнорируются, то неизменное следствие почки, выделяя продукты белкового обмена в концентрированном виде, в почках может образовываться солевой диатез. И это не редкость сегодня. Песочек в почках или на УЗИ вам пишут эко-позитивные включения, микролиты. Со временем могут написать и мочекаменная болезнь. Это разные стадии одного и того же процесса, растянутые во времени. Камни в почках не растут внезапно. Они растут в течение лет и десятилетий. Песочек может образовываться в течение нескольких недель либо месяцев. И эту ситуацию нужно правильно контролировать. Выделение песка через мочеполовую систему, либо выделение концентрированных токсинов может обострять явление цистита, уритрита, простатита. Со временем в этом фоне легко образуются и аденомопростаты. И сегодня она образуется в не самом преклонном возрасте. У мужчин с 30-40 летнего возраста уже есть такие признаки. И это нужно просто правильно использовать. Начиная с возраста подросткового. Иными словами, чем раньше вы задали себе вопрос, как правильно пить воду мужчине, и, получив нужную вам информацию, стали ее использовать, тем позже возникнут у вас заболевания, связанные с биологическим возрастом, отражающие степень износа организма. И облысение возникнет позже. Возможно, вы будете правильно пить воду на протяжении всей жизни. И сохранять волосяной покров. Солевой диатез в почках, мочекаменная болезнь также могут вас посетить значительно позже. Как и простатит. И его дальнейшее развитие негативное — аденомопростаты. Хотя нередко сегодня обращаются молодые ребята в возрасте 15-20-25 лет, имеющие почти полный набор заболеваний. Я имею в виду усиливается выпадение волос на голове, появляется солевой диатез, обостряется простатит, вне связи с половой инфекцией. И эти ситуации нужно правильно контролировать, правильно увеличивать. Постепенно увеличивать водный баланс. Постепенно увеличивать количество воды, которую вы используете в своем рационе. И выходить из этой проблемы правильно. На уровне солевой диатез можно выйти достаточно быстро. На уровне мочекаменная болезнь. Нужно понимать состав солей, которые формируют этот камень. И как его удалить правильно. Далеко не все камни из почек выделяются легко и просто. Ни один из них не выйдет безболезненно. Но некоторые могут остановиться. На пути между почкой и мочевым пузырем есть четыре физиологических сужения. В любом из них камень может остановиться. И создать вам совсем необязательную проблему. Иными словами. Если период полового созревания вами был когда-то пройден. И у вас в хорошем состоянии волосы. У вас отсутствует явление артрита, артрозоартрита. У вас в хорошем состоянии почки. Отсутствует солевой диатез либо мочекаменная болезнь. Нет периодических обострений цистита, простатита, уретрита. Нет аденомопростаты. Скорее всего вы знаете интуитивно как пить воду правильно мужчине. И регулярно это используйте. Если же какие-то из перечисленных мной заболеваний либо состояния у вас присутствуют. Скорее всего вы еще не все знаете. Как правильно пить воду мужчине. И поддерживать более интенсивный обмен веществ по сравнению с женщинами. И вам нужна специфическая коррекция. Пересмотрите ключевые видео. Как пить воду правильно до еды, во время еды, после еды, на протяжении дня. Как пить воду правильно. Дополнительный бонус. Такие видео есть на моем канале. Как пить воду правильно утром натощак после сна. Как пить воду вечером перед сном, ночью. Это дополнительные возможности введения воды в ваш организм. Чтобы обеспечить более интенсивный обмен веществ. И самое главное — очищение организма в режиме реального времени. Если же вы игнорируете эти ситуации. Есть рекомендация. Нужно пить больше воды, чтобы похудеть. Да! Реально у вас это получится. Конфликт вода и еда. Пища хуже переваривается. Калории вы не получаете. Вы худеете. Но какой ценой? Белковые токсины образуются уже непосредственно в кишечнике. Активируется дисбактериоз кишечника. И совершенно иные особенности в обмене веществ. Калории получаете уже не вы. А патогенная микрофлора кишечника. Она на вашей пище жиреет. Добреет. Выделяет вам больше токсичных продуктов жизнедеятельности. И если верить исследованиям людей. Например, Мечникова. Которым уже больше 200 лет. Дисбактериоз кишечника минус 30% жизни. Это великолепная цена за снижение веса. Но! Снизить вес можно легче. Проще. И безопаснее для вашего здоровья. И для вашего активного долголетия. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! А пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео. Не забудьте поставить на него лайк. А в следующем видео вы узнаете, как пить воду правильным мужчинам или людям преклонного возраста. Часто запрещают пить воду. Учитывая имеющиеся серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы почек. Вода — это среда для обмена веществ. Среда для очищения организма. Для охлаждения организма. Если неразумно ограничить употребление воды в рационе, можно вместо лечения одних болезней попасть на обострение совершенно иных. И об этом вы узнаете в следующем видео на моем канале. Не забудьте на него подписаться. И отправить ссылку своим друзьям. Чтобы они тоже имели возможность дожить до преклонного возраста без болезней. И наслаждаться жизнью в этом чудесном периоде жизни. До новых встреч на моем канале! Субтитры создавал DimaTorzok